Самая страшная авиакатастрофа в российской истории. Трагедия в небе над Синаем, унесшая 224 жизни, потрясла всю страну. Вместе с близкими погибших скорбят миллионы людей. Жители Иванова не остались в стороне. Во вторник вечером десятки горожан собрались, чтобы почтить память пассажиров и экипажа аэробуса компании «Когалымавиа». Всегда в такие сложные моменты и вообще в сложной сейчас политической и экономической обстановке наш народ, русский народ, он всегда хорошо сплачивался. И данная ситуация, это мой пример, на данную акцию, в данном случае мы уже не первый раз организовываем подобную акцию, мы специально никого не агитировали приходить. Здесь решение было принято совсем спонтанно, в воскресенье вечером был запостен один пост по контакту, буквально было где-то количество более 50 репостов. И как мы видим, люди пришли сюда, причем совершенно разная категория, школьники, студенты, молодежь. Люди сюда приходят с цветами, то есть мы видим, что людям не все равно. В памяти погибших зажгли свечи. Крохотные огоньки в дрожащих руках, хрупкие, как человеческие жизни. Этими свечами собравшиеся выложили номер рейса, которому так и не суждено было вернуться на родину. 199 взрослых, мужчин и женщин, молодых и в возрасте. Все они жили, строили планы, которым уже не суждено сбыться. И 25 детей, чьи жизни катастрофа оборвала в самом начале. Погибли целые семьи. Думаю, об этом мало кто может сдержать слезы. Когда я услышала, что там было столько детей, потому что сначала говорили, что там есть выжившие, а потом, когда казалось, что это было ложной информацией, это было очень страшно. Кошмар, конечно, что такое может произойти. Может произойти каждому, практически каждый у нас, наверное, летает. Вот у меня недавно ребенок тоже летал. С каждым может произойти. Это очень страшно, конечно. Я вообще с субботы плачу, все никак не могу. У меня муж погиб, тоже летчик был. Я уже это все прекрасно узнаю. И поэтому тяжело. Вообще жалко очень людей. Завершилось терраурное мероприятие минутой молчания и молебном по погибшим. И даже после его окончания ивановцы приносили к часовне цветы и игрушки. Равнодушными к этой трагедии остаться просто невозможно. Каждое имя в списке погибших – это горе родных и скорбь огромной страны.